Среду утром заработал российскими хакерами. Им удалось получить доступ в режиме реального времени к непубличным графикам Барка Обамы. Житель Нью-Йорка Майк Файн, которого американские журналисты прозвали серийным обнимальщиком, утверждает, что к 33 годам успел обнять около 10 тысяч женщин. Мужчина рассказал, что столь необычное хобби появилось у него после расставания с невестой. По словам Файна, он обнимает в среднем по 7 женщин неделю. «Я не планирую останавливаться, я звезда обнимания. В этом моя сущность», признается американец. Участие в переписи населения станет обязательным. Закрепить норму предлагает Росстат. По его мнению, добровольный порядок искажает настоящую картину. Так, по итогам переписи 2010 года от участия в ней отказался миллион человек. Еще 2,6 миллиона избегали контактов с переписчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить уровень образования, а 4 утаили источники средств к существованию. Татарстан улучшил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости. По итогам марта наша республика осталась в числе регионов с высокой устойчивостью, набрав 7,6 балла вместо февральских 7,3. По мнению экспертов, наиболее значимым событием, повлиявшим на рейтинг республики, стало продление Владимиром Путином полномочий президента РТ Рустама Мениханова. Мэр Казани Ильсур Мэджин проехал на троллейбусе. Таким образом, градоначальник решил лично оценить новые троллейбусы «Оптима-2», которые пустили по первому и восьмому маршрутом «Рогатые последнего поколения» отличаются от предшественников современным дизайном салона, повышенной комфортностью для водителей и пассажиров. Казанские фотолюбители делятся своими самыми необычными фотографиями. В кадр, кажется, попало все. От казанского потопа лета 2012 до безграмотности наших кондукторов и не только. Ну а кто-то под шумок просто решил сделать себе рекламу. Вот кому точно не нужна никакая самореклама, так это героям следующего ролика. Инструментальный дуэт отца и сына набирает тысячи просмотров и комментариев. Причем есть и такие, кто подкидывает необычным музыкантам идеи для следующего шедевра. Насколько прочен цемент для костей и чья точка зрения собрала в Казани студентов Сосеи России? Ответы на эти вопросы вы сможете узнать уже сегодня в 18.00. Смотрите наш вечерний выпуск новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова